Саляму алейкум, рахматуллах, баракату. Ваалейкум, ас-саляму, рахматуллах, рахматуллах, баракату. Как слышно меня, шейх-хазрат? Аль-хамдуллах, аль-хамдуллах, шейх-мухамдуллах, шейх. Как вы? Ахандуллах, все хорошо. Я с вашего позвонить звук отключу, чтобы он... В смысле, комментарий отключу. Иншаллах. Как Рамадан проходит, хазрат? Субханаллах. Знаете, такое ощущение, как будто так долго ждал человека, какого-то своего близкого. он пришел к тебе и тебя покидает. Вот так вот. Да, да, есть такое ощущение. Ламаскан. Как у вас? Как семья? Все хорошо. Маршаллах, баракулах. Маршаллах. Зайк, аллахай. Аллах, баракулах. Шейх, знаете, что хотел спросить вас. Вот сегодня у нас очередной эфир. Вот тему, которую вы предложили, она такая очень хорошая, тема такая глубокая, даже не встречал даже такого. Вот именно тема воспитания пророком, своих сахабов. Вот нам, честно говоря, особенно когда детям рассказываешь про историю ислама, про сахабов, для них это же кажется, что далеким, не только даже для детей, а каким-то недостижимым. Но и для нас такое иногда кажется. Это, наверное, были какие-то сверхлюди. Вот недавно я слушал проповедь такую о физическом облике Абу Бакра. Он был худой-худой, сердце льва у него было. Расскажите нам об этих вещах. Очень интересно это послушать. Об этом тоже еще во время учебы. То есть мы, как обычно, читаем книгу по Сирии пророку Мухаммаду, видишь то, что совсем другие люди, и думаешь, вообще это люди или нет были? Это те люди, о которых Аллаху Субхану Ва Та'ля сказал «Ради Аллаху анхум, варадуу анхум, Аллах им доволен, и они довольны Аллахом Субхану Ва Та'ля». Это те люди, которым Аллаху Субхану Ва Та'ля обещал уже при жизни, будучи перед жизни, женна, вечный рай. Это те люди, которые не жалели себя, свое имущество, свое тело, свои силы ради Аллаха Субхану Ва Та'ля, ради посланника Аллаха Салаллаху Алейху Ассалям. Что-то себя чуть-чуть слышу, обратный голос. Так, не знаю. Эхо, да? Ага. Давай сейчас. Как слышно? Ага. Сейчас, сейчас, как слышно. Сейчас? Алхамду, вот сейчас хорошо. Сейчас нормально, да? Сейчас хорошо, да. И, Субхану Аллаху, ты читаешь, то есть, как такие были сахабы, когда мы берем с вами книгу, например, Рахак-Иль-Махтум, Рахак-Иль-Махтум, Сиру, Мубарак Кафури, да, читаем, то есть, мы смотрим, Субхану Аллаху, и хотим быть похожи на них. Как говорит поэт, Ша'ир, можешь определить, почему по его знаниям, например, какого-то профессора университетом, и задается вопрос, где он учился, первый вопрос, какого университета он заканчивал, то есть, а какая у него там, то есть, то есть, он там, магистрилен, либо там, доктор, там, где учился, в России, там, в Америке, в каком университете, в Англии, то есть, здесь задается вопрос, то же самое, каждый из нас задается вопросом, какая же школа была у сподвижников пророка Мухаммада, саламу Аллаху, какой они университет заканчивали, какой они, какого у них было вот этого сертификата в их образовании, то есть, на сегодняшний день мы можем увидеть, услышать, например, разные, аль-хамду-ля, там, тренинги, разные семинары, там, бывают, аль-хамду-ля, бывают полезные, аль-хамду-ля, очень такие, да, бывают бесполезные, человек не знает, там, куда деньги отдает и так далее, и потом берет знания и не поймет, то есть, например, мне один человек говорит, я вот, там, еще в том году, говорит, у меня вот там поездка в Санкт-Петербург, там, какой-то там, приезжает там с тренингом, я говорю, столько-то он стоит, больших денег, я говорю, о чем будете говорить, а культура, говорит, как ножик держать и вилку, то есть, как ложку держать, как вилку держать, какой рукой резать, какой-то, может, в Сунне это есть, пророк Мухаммад, например, адаб-л-аккал-ваширба, то есть, адаб-гыл, как кушать, как пить, да, там, тоже пророк Мухаммад, салл-лау аль-самбучал, куль-би-ямини, кушай правой рукой, куль-мин-на-яли, кушай от того, что перед тобой, это все есть у нас, вся эта культура, все ведь адабы, потому что люди, например, многие, которые, так скажем, не практикующие, да, ислам, они думают, что ислам это что-то старое, это старомодное, и так далее, то есть, сейчас, там, время наук, технологии, продвижения, и так далее, хотя, опять же, например, возвращается в итоге в ислам, дозволено это или нет, и видишь, аль-хамдул-ля, это все есть, только перед нами глазами, и тогда, субханал-лау, задался вопросом, почему бы, опять же, будучи, находясь в Саудии, там, читал разные книги, шейх, и так далее, сделала такой небольшой, так, мулакхаз конспект, то есть, с чего начал пророк Мухаммед, саллаллаху алейху ассалям, то, что такой результат вышел, такой плод, сподвижники, о которых сказал пророк Мухаммед, саллаллаху алейху алейху ассалям, хайрун куруни карни, сумма ладзина ялюнахум, сумма ладзина ялюнахум, наилучший из поколения, это мое поколение, потом те, кто пришли после них, давайте посмотрим, кто-то из 10-5, кто-то из 10-4-3. Но дай, Аллах, чтобы мы чуть-чуть вот в этой шкале поднялись после этого начала и постараться, похоже, быть на них на школу посланника Аллаха, саллаллаху алейкум Вот это Первое, на что обратил внимание посланник Аллаха, саллаллаху алейкум в своем воспитании своих сподвижников на основную вещь это единобожие и укрепить веру в сердцах людей по отношению к Господу миров То есть, если посмотрите, посмотрим до ислама арабы вообще жили, то есть постоянно у них были войны постоянно они, один клан сильный кушал слабого постоянно они воевали кроме как запрет на месте когда было запрещено воевать а так постоянно они воевали даже история, которую вы знаете что столько седает которые в их жизни вот это вот были войны постоянные и так далее в день, когда они такая сильная война была то есть захватывали то есть варварство было до исламских периодов даже из них сказал поэт один из арабов сказал, что иногда говорит до того он описал войну и вот эту вражду в которой у них были постоянно войны иногда говорит если мы не находили врага, то воевали со своим братом то есть из-за того, что уже они жаждали войны в крови посланник Аллаха первое, что обратил на иман на веру в Аллаха у сахабов было представление как у всех арабов о Всевышнем Творце Создателе об этом в Коране сказано то есть вот такое у них было представление Всевышний Аллах говорит если ты у них спросишь кто сотворил небеса и землю они отвечали сотворил их Всевышний Господь Аллах Творец Создатель Азиз Аллим то есть почти всезнающий Творец если спросишь у них кто их сотворил они говорили Аллах здесь посланник Аллаха подошел к ним в понимании как о Создателе с другой точки и ая в Коране через аят коронического текста где Всевышний Аллах сказал то есть с другой точки подошел к им сахабам чтобы они уже размышляли как о Создателе через аят где Всевышний Аллах сказал только Аллах знает все скрытое у него знания об этом у него ключи об этом то есть никто не знает когда кто его конец жизни где он умрет на какой земле погибнет когда то есть завтра что с ней произойдет он только знает о всем скрытом никто не знает кроме него Аллах знает все что на суше все что в воде в морях и Всевышний знает о каждом листочке который падает с дерева то есть отсюда уже они по-другому начали смотреть как на Создателя после этого пророк Мухаммад когда им объяснил какой он великий Всевышний Аллах хотел пророк Мухаммад дабы проникла трепет перед таким великим Создателем в их сердца касательно по отношению его знаний какие великие его знания подошел через ая сурата Лукман где Всевышний Аллах сказал если бы сколько есть деревьев на земле сколько есть деревьев на земле начиная со времен создания Всевышнего Аллаха эту вселенную заканчивая до суток дня все эти деревья взять и превратить их сделать из них карандаши перья чем можно писать то есть например на сегодняшний день дерево уходит одно уходит на мебель другое уходит на двери что-то там на дрова с чего-то там срубы делают где-то там отделка в автомобиле но Всевышний Аллах здесь говорит если все все эти деревья взять и только сделать из них карандаши и все моря которые есть в этом мире океаны моря реки добавить еще 7 морей и сделать превратить в чернилы то есть взять вот эти как скажем из этих деревьев залить этими чернилами все моря еще 7 морей и написать знание Аллаха не закончится слово Аллаха инна Аллах азизом хаким поиск Всевышний Аллах могуч и бесконечно мудрый отсюда сподвижники вот это понимание о Всевышнем как создатели проникло в сердца сподвижников посланник Аллах азизом у них было понимание о Всевышнем неполно неполно и отсюда они уже как бы по-другому начали смотреть как на создателей на Всевышнего и отсюда уже они начали все понимать все сподвижники Абу Бакар и остальные то есть какой великий этот Господь которому призывает посланник Аллах и Мухаммад после этого пророк начал объяснять им обучать им знание о Вселенной у них было понимание о Вселенной но именно как у всех стартав как у арабов но это была معرفа наقса не был наценный понимание вселенной فجاء النبي салаллаху азизом мин хилал المنهج пророк Мухаммад салаллаху азизом опять пошел через منهج القурآن в Севышне Аллах сказал азизом 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 вселенной где привел аят где Всевышний Аллах сказал скажи вы не верите в того делайте куфр не уверяйте в того который сотворил землю в течении двух дней и предаете ему сотоварищи ведь он Господь всех миров Всевышний Аллах установил горы сверху поверх этой земли заложил в них благодать и определил для всех пропитание для всего Аллах определил пропитание за 4 дня и все это для просящего сказал Всевышний Аллах то есть посланник Аллах дал им новую картинку чтобы они по отношению вселенной размышляли о вселенной через этот Манхач через эту и вот эту программу через Куран то есть по-другому уже они начали смотреть на вселенную айдан так же к этому Расул после этого посланник Аллах когда они познали новая картинка о создателе о Всевышнем Аллахе как он великий о его знаниях о вселенной после этого пророк начал объяснять опять же вы смотрите как дала у посланника Аллах была постепенно не сразу постепенно посланник Аллах объяснил что вообще есть что вообще есть суть нашей жизни привел ая говорит Аллах привел им аят из суры где Всевышний Аллах говорит приведи им пример что есть эта мирская жизнь подобно воды которую Аллах спасла с небес после этого вода которая Аллах спасла с небес она просачивается в почву и почва после этого растет потом через какое-то время как подует ветер то есть это все превращается в что-то слабое умирает разрушается и Всевышний Аллах может все Аллах всемогущий творит имущество и дети которых мы любим украшение этой жизни временной мирской обители но однако то что все останется с вами навечно из благого лучше перед твоим господом и лучше чем тем чем можно связать свои надежды вот так вот так он объяснил им посланник Аллах суть нашей вообще жизни все эти аяты мекканские то есть посмотрите как до переселения посланник Аллах посмотрите как пророк Мухаммад обращался и обучался своих сахабов он дал им связал их сердца с Аллахом дал им понимание о вселенной понимание о человеке что есть суть нашей жизни рассказал им историю об Адаме его основе и что его ждет человека вообще в будущем то что его ждет враг иблис который он должен прибегать ко всевышнему Аллаху через покаяние через истегфар как говорится в Коране когда съели запретный плод Адама они тут же попросили Аллаха прощения сказали он наш Господь мы сами себя притеснили если ты нас не простишь не проявишь по отношению к нам свою милость то мы будем непременно из тех которые потеряют все вот эти ценности вот эти ценности проникли глубоко в сердца посланника Аллаха в Мекканский период пришла им как бы полная картинка пророк Мухаммад описал то что связано со вселенной с жизнью с человеком с Аллахом все что связано с творениями другими то что нас окружает и привел им ая где Всевышний Аллах сказал то что ползает и ходит по земле и птицы которые летают своими двумя крыльями эти такие же существа подобны вам мы ничего храним и скрыжили не упустили говорит Всевышний Аллах Отсюда сахабы начали смотреть по-другому на эти творения создания Всевышнего Аллаха который сотворил Всевышний Аллах то что это тоже такие же общины это тоже такие же творения подобно нам которые восхваляют Аллах как сказал Всевышний Аллах их переместил рабы рабы это те объяснил 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 обучил как нужно связываться именно вот это ведь саля как говорится саля это есть связь с Аллахом как нужно связываться со Всевышним Аллахом обращаться к нему отсюда обучил Аллах объяснил как нужно держать связь со Всевышним Аллахом то есть через ночные выставления отсюда Аллах описал в Коране и сказал тот кто выстаивает по ночам в молитвах в земных поклонах и стоя когда стоит молится и когда уходит в земной поклон перед Всевышним Аллахом здесь именно его описание своим телом мы делаем телом делаем руку после этого идет то что внутри своим сердцем почему он это делает как он молится первое он остерегается вечности остерегается наказание Всевышнего Аллаха и он надеется на милость своего Господа имеется ввиду на рай на прощение Всевышнего Аллаха после этого Всевышний сказал то есть могут ли быть скажи одинаковые знающие и не знающие здесь знающие люди уважаемый шейх Мухаммед Башир это не те которые могут писать и читать которые красиво говорят и не знающие воясь о которых Всевышний Аллах говорит это не те у которых нету диплома о высшем образовании как не было у сахабов и у посланника Аллаха а знающие и не знающие не знающие это те которые это те которые узнали познали Всевышний Аллах истинно и самые лучшие знания разные есть знания когда человек может писать читать высшее образование это все вещи которые помогут хорошая работа и так далее но однако самые лучшие знания это то что в твоем сердце вселяет именно трепет перед создателем это самое лучшее знание знание это нур вселяет сердце кого пожелает вселяет сердце кого пожелает Всевышний Аллах это самое лучшее знание то что тебе дает хаще именно через хаще человек он сможет приблизиться к Аллаху по мере своего боязни и грешник отдаляется от Аллаха по мере своих грехов он тот не опознался Всевышнего Аллаха поэтому после этого он все вот это объяснил им показал им разъяснил им после этого это все аяты мекканские чтобы мы понимали отсюда посланник Аллах уже по-другому начал относиться и обращаться с сахабами зная что они понимают истинно кто такой Аллах суть нашей акиды наши охляка наши нравственные качества наши поклонения как нужно поклоняться Всевышнам Аллах основа человека его ждет впереди его враг иблиз который постоянно будет его сбивать ему нашептывать вселенная жизнь все что вокруг нас окружает из махлюкат как обращаться к Аллаху как выстраивать своими телом и своим сердцем как себя вести в молитвах при этом хотелось бы добавить все это вся эта школа и вот эта вот практика и вот этот есть перед нами каждый день мы это читаем священный поистине те которые читают книгу Аллах выставят молитвы и дают из того что Аллах им дал из этого риска как скрыто так и открыто для чего они делают они надеются на беспроигрышную торговлю торговля на беспроигрыш тем самым Всевышний Аллах даст им награды и преувеличит из своего достатка из своего могущества из своей власти из своего богатства Аллах преувеличит этому человеку он прощающий и он тот кого мы должны благодарить то что мы тебя не спасли о Мухаммад касательно Кур'ана из этой книги это истина подтверждая все что было до этого инжиль таурат забур сухов поистине Всевышний Аллах осведомлен на всем о своих рабах и видит все после этого мы избрали то есть оставили книгу для людей для тех людей которых мы избрали из своих рабов то есть имеется ввиду верующих верующих делятся по отношению к Кур'ану по отношению религии на три категории из них Всевышний Аллах говорит тот кто притесняет сам себя из них тот кто придерживается середины из них тот кто спешит в благодеяниях с позволения дозволения Всевышний Аллах это огромная милость поэтому есть люди верующие сами себя притесняют это те например возьмем которые вообще Кур'ан не открывают и другие чуть-чуть понемногу читают один аят или два аята те кто спешат это те кто хотят то есть как будто знаете когда мы долго ждем письмо от кого-то от близкого человека и оно нам приходит пусть это будет смс или ответ на какой-то вопрос вот так же мы должны знать или человек например звучал молитву азан например на асар и он ждет как бы а я еще успею и потом заходит в магриф и он только вспомнил что он не прочитал и начинает быстро читать это человек это тот кто сам себя притесняет тот человек который успел прочитать до того как следующая молитва наступила это тот кто держит все середины а тот кто спешит благом это тот кто читает в первое время как только он услышал Аллаху Акбар сразу берет омовение и идет молиться поэтому уважаемые братья и сестры это такое краткое описание как посланник Аллаху салаллаху алейхи и вассалям обучал свои сахабы как он объяснил им то есть об Аллахе чтобы они по-другому начали думать о вселенной о творениях всевышнего Аллаха салаллаху алейхи воспитал их с точки зрения охляка гылка вот этой нравственности воспитал их салаллаху алейхи и вассалям через то как нужно связь держаться со всевышним Аллахом то есть полностью он их воспитал после этого Аллах они послали и сказал вы стали лучшей общиной среди людей это оценка от кого вы стали лучшей общиной среди людей это сертификат это диплом от кого от Господа миров вот это есть школа вот это есть университет посланник Аллаха салаллаху алейхи если мы с вами будем он в этого внимания. И будем размышлять над аятами Урана. И прививать это в свою жизнь, иншаллах. Мы увидим, как Аллах Association осветит наши сердца. Как Аллах Своим нормом осветит наши сердца. А Аллах осветит наш разум, иншаллах. Аллах очистит наши тела, иншаллах. То есть мы увидим по-другому. Будем смотреть картинки в этой жизни, альхамдуллах. и будем приближаться тем самым ко Всевышнему Аллаху, субханаму ва Та'ана. И счастливый человек, все мы, у каждого у нас есть срок в этой жизни, шейх Мухаммад Башир, и все мы вернемся к Аллаху, субханаму ва Та'ана. Каждый вернется к Аллаху. Аллах в Коране говорит, «Куллю на все инза и катул нау». Каждый душа ша в кусе смерти. «Сумма и лейна турджаун». А потом вы к нам вернетесь. Вернется и верующий, и неверующий, к Аллаху. Вернется и грешник, и праведник. Вернется и маленький, и большой. Вернется и богатый, и бедный, и сильный, и слабый. Все вернутся до единого, к Аллаху, субханаму ва Та'ана. От этого не избежать. Но однако, кто счастливый? Счастливый, кто вернулся к Аллаху в жизни. Вот это счастливый человек. Можно поздравить такого человека, кто светил свою могилу до того, как лег в нее. Кто сделал так, что Аллах доволен им, перед тем, как он встретился с Аллахом. И тот, кто молился перед тем, как молились над ним. Это то, что хотел рассказать. Да, Аллах нам баракат. Благодаря из того, что мы слышали. И, иншаллах, быть. И Прок Мухаммад, он же был тавсиром, тавсир, так скажем, амали, или Кур'ан. Прок Мухаммад, это был ходячим тавсиром Кур'ана. Совершенно. Амалий. Амалий.